Эта программа «Будем в будни» и мы продолжаем. Антон, скажи мне, пожалуйста, а ты в юношестве писал стихи или, может быть, не знаю, играл на каком-нибудь инструменте? И вообще, хотел быть солистом группы популярной, чтобы все девчонки за тобой бегали? Знаешь, Кристина, из всего, что ты перечислила, я хотел, чтобы девчонки за мной бегали. И именно поэтому я писал стихи, учился играть на музыкальных инструментах, обуздал гитару, если так грубо выразиться, да. Ну, а сейчас стараюсь как-то проникнуться ударными. А, вот оно в чем дело. Вот и ответ, откуда каждый день после эфира у нас у студии столько твоих фанаток? Это дело все в гитаре и в барабанах. Мне всегда было интересно, каково вообще, когда твоя мечта детская сбывается. Я, например, мечтала быть певицей, но, как видишь, безуспешно. Кристина, давай мы об этом спросим нашего сегодняшнего гостя. Этот человек точно знает и о мечте, и о пути к ней, поскольку сегодня у нас в гостях актер, композитор, музыкант, поэт, певец, легенда отечественной сцены. Павел Кашин. Доброе утро. Доброе утро. И вы совершенно правы, когда мне родители купили в 14 лет гитару за 16 рублей, я выучил две песни в воскресенье, одна из них философская, по дороге разочарований, то я стал самым популярным в классе, и все футболисты просто ушли в тень. То есть это работает, это работает. Тогда работал, но я сейчас вижу, прям молодые девчонки ходят с гитарами, я думаю, что они что-то такое делают. Похоже, ну да, у меня тоже был воскресенье, только песня «Музыкант». Вот, Константин Никольский. То есть вот каким образом вы девчонок привлекали к себе. Все через Константина Никольского. Когда я учился музыке, эта песня не была еще написана. Ах, вот она, понятно. Ну вот, да, разница поколений. У нас к вам очень много вопросов сегодня. Хотелось бы начать такого с традиционного в нашей программе. Это каким образом начинается ваше утро, а вот в вашем случае с какой музыкальной композиции? Нет, мое утро начинается с кофе и просмотра передачи типа вашей что-то с «Добрым утром». Вы решили вообще музыкантом стать с детства? Это как-то вот пришло как раз-то, когда вы взяли в руку гитару за 16 рублей, или это потом? Нет, вы знаете, есть такой инструмент «Баян». Баян? Все играли в хоккей, а я левой рукой таскал. Я думал, да как так, цыганская венгерка, да какой там Моцарт. Нет, и потом, когда меня из школы стали отчислять за двойку по русскому и по музыке, мой папа повез меня в музыкальное училище, и там при конкурсе аж 16 человек на 15 мест, я 15 место занял. Вот оно. То есть сначала, да, 16 рублей гитара, потом 16 мест фигуре. Еще между этим был дворец пионеров в Кустаная, и я был запасным басистом, играл очень плохо. Главный басист завалил, и я на танцах играю вообще в никуда, но, слава богу, большинство людей глухие. Особенно на нижние частоты. Я смотрел нас четверо на сцене, а внизу столько людей, и думаю, ну, стоять-то нужно так здесь-то. Ну да, ну да, ну да. Это очень смешно. А вот скажите, какая песня и в каком возрасте для вас стала самой значимой именно вот для вас? Моя или не моя? Ваша. Ну, нет, это горд, конечно, потому что, нет, я не горжусь, что я там 8 модуляций сделал, просто так получилось, что ваш соотечественник Деденев ее выбрал и снял на нее клип, и она стала везде вертеться. И эта песня позволила мне просто, как и вы, вот не работать по-настоящему, а сидеть заниматься там весельем, понимаете? Любимым делом. Да, 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 это лучшая работа, это оплачиваемое хобби. Да, а вот было много шуму, много говорили о клипе именно город. Да, о том, что особняк был снят определенный, там, за какие-то колоссальные... Да, 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 я даже хотел снять клип по всем местам, где все снималось. А, кстати, город, это о каком городе, поется? Внутреннем. Внутреннем. Ну, ну, конечно, потому что мы же строим город, и иногда кажется, что мы очерствели и выжгли свой город. Вот, и я смотрю, а потом встречаю одного хотя бы симпатичного человека, и думаю, да нет, еще есть города. Это же ваш коллега сказал, как в своей песне «Посмотришь на него человека как человека, внутри города, дымящийся в руинах». Это вот что-то... Как вы сказали? Если меня не изменяет память, то Кинчев. Да, 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 в одной из их песен. Но вернемся к вашему личному опыту. Все-таки это невероятный путь, я думаю, что здесь все с этим согласятся. Как вот в данный момент вам удается поддерживать вот это состояние непрерывного творчества, вне зависимости от клипов, вот именно в сегодняшнем дне? Ну, вообще, я пью капельки для нервов, если честно. Как же? Вот, и, ну, действительно, меня угнетают вот целый день разговоры о грустном. Вот, но как, я сочинил вот песню, например, она почему-то всем нравится, новая. Вы даже не понимаете? Не понимаете, почему? Нет, я понимаю. Она просто немножко дает ощущение, что все будет. Знаете, как мы позавчера на одной музыкальной передаче сняли передачу для Нового года, и, значит, он будет. Получается. Да, логично. Да, да, да. Такая отличная констатация перспективы. Получается, что так. Вы часто даете интервью, и одно интервью мы изучили, и увидели там следующую цитату, разрешите я, пожалуйста, сейчас ее зачитаю. «Любое красивое слово, любая красивая мысль может служить источником вдохновения. Когда я сажусь писать песни, я наслаждаюсь самим процессом и в каком-то смысле даже отдыхаю душой». Вот так вот вы сказали. Если вы помните, как научиться видеть красивое в повседневном мире? Вы знаете, по-моему, это врожденное, потому что я прямо вижу, что многие люди не замечают, что происходит. Я начинаю говорить, они говорят, это было, да? Вот, оно прямо перед глазами было. Вот, на самом деле песни можно писать и по заказу, я даже люблю. Фильм и там вводные слова. Чем сложнее, тем мне, например, интереснее. А просто песню написать, это слишком просто. Слишком просто. Но, тем не менее, вот мы вокруг да около ходим возле именно вот той песни, которая, видимо, сейчас прозвучит. Мы уже готовы к ней приобщиться. Павел, мы очень попросим для наших зрителей ее исполнить, потому что, судя по всему, она затронет многие струны души. Ну, хотелось бы, да, послушать, конечно. Там пелось так же, что земля родит нам новый хлеб, что снова реки и поля заблещут на земле. Только нам непременно нужно верить, только не нужно врать себе или смирить ночь. Всего темнее пред рассветом. Война вращала жернова, горели корабли, А песен хрупкие слова летели вдаль земли. От них дрожали зеркала, мерцая на стене, И словно стеколами слова ввязались в сердце мне. Там пелось так же, что земля родит нам новый хлеб, что снова реки и поля заблещут на земле. Только нам непременно нужно верить, только не нужно врать себе или смирить ночь. Всего темнее пред рассветом. Спасибо большое. Вы знаете, и музыка, и слова, они прям пронизывают до глубины дыши, и она действительно задевает. И есть о чем подумать, и воодушевление приходит. Нет, знаете, у меня вчера был, позавчера, прескверные дни. А сегодня утром встал и вижу, карма сменилась. Просто я потерял паспорт, это оказалось страшным преступлением. Я провел в МВД страшные часы. А сегодня все. Сегодня действительно. Вчера ночь была всего темнее. Да. 16 июня, уважаемые друзья, у нашего сегодняшнего гостя будет концерт. И я думаю, что эту песню мы тоже сможем помочь. Спасибо, что сказали. Просто у меня с продюсером договоренность не говорить мне, когда концерт, до двух дней заранее. Ну, чтобы я просто об этом не думал даже. Понятно. Тогда ничего не будет, Павел. Все будет. И я даже могу сочинить какую-нибудь вдохновляющую песню. То есть на концертах на ваших бывают очень часто сюрпризы? Ну, в Москве я стараюсь чуть ли не каждый концерт, либо через концерт, а не там два-три раза в месяц. Вот. Ну, вот это вот, которое все слушают, и ночь перед рассветом, она будет звучать точно. Будет однозначно. Да. Ну, небольшое превью у нас случилось. Мы хотим тоже небольшой сюрприз сделать для нашей редакции, для наших зрителей в традиционной рубрике «Фото». Сделать селфи, конечно же, с вами, если вы разрешите. Мы подойдем к вам и запечатлеем эту встречу сегодняшнюю. Как мы будем это делать? Ты вот с этой стороны становись? Да, я вот с этой стороны. Все очень просто. У меня в руке будет планшет. Так, я сейчас попытаюсь его зафиксировать. Наша задача с вами смотреть таким образом, чтобы всех было видно, да, камера с вот этой стороны. Я говорю «раз, два, три», и мы с вами улыбаемся. Итак, приготовились. Раз, два, три. И еще раз. И еще раз. Отлично, спасибо большое. Прекрасно. Да. Ну и напоследок есть еще одна традиция у нашего шоу. Нас сейчас смотрит большое количество зрителей, в том числе из тех, кто только начинает свой путь именно в музыкальной карьере. Вот что бы вы могли им пожелать, посоветовать, быть может. Пожалуйста. Сейчас, я не знаю, честно говоря, вот если бы я сейчас начинал, у меня были бы затруднения. Я не знаю, нужно что-то... Ну вот, например, когда опускаются руки, кажется, что ничего у тебя не получается. Как продолжить свой путь? Во-первых, нужно забыть о каверах. По-моему, скоро они станут просто запрещенными. Ну, нельзя говорить, вы нас не любите, а смотрите, как мы ваши песни поем. Второе, просто найдите свою идею. И вот найдите слова, которые вы маме спели бы на кухне. Вот. И положите на лист, напечатайте или напишите. И спойте тихим голосом. И я думаю, что у вас найдется достаточное количество поклонников. Вот это очень полезный музыкальный прием, мы только что услышали. Да, спасибо большое за эту беседу. Было очень приятно, красиво и музыкально. Ну, а мы напомним, у нас в гостях был актер, композитор, музыкант, поэт, певец Павел Кашин.